Иоффор 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 радовался всем благодеяниям, которые Господь явил Израилю, когда избавил его от руки египтян и от руки фараона. И сказал Иоффор, благословен Господь, который избавил вас от руки египтян и от руки фараона, который избавил народ этот из-под власти египтян. И ныне узнал я, что Господь велик, больше всех богов. Иоффор Потому что во многих знаковых вещах, которые происходили с Израилем, были представители других народов. И мы знаем, что из Египта вышло множество народов вместе с еврейским народом. Сейчас при даровании десяти речений при Синайском откровении присутствует мадиамский священник. И при вхождении в страну Ханаан, к Иисусу Навину и к народу Израиля присоединилась Рааф. То есть всегда были представители других народов. И, конечно, наша недельная глава, она напрямую связана с тем, что мы получили на горе Синай. Но перед тем, как подняться на гору, Моше было сказано, чтобы народ не приближался. Была очерчена четкая граница. И Моше объяснил народу, чтобы никто не прикасался к этой горе, дабы не умереть. И 20-я глава, она нам повествует, что Моше и Аарон поднялись на гору, где Господь начал говорить десятью речениями. И я хочу вам сказать, что процедура поднятия на гору, это очень непростая. И Моше было 80 лет. И у нас была такая возможность, у нас был мужской выезд, и Женя пригласил нас подняться на гору. И я хочу вам сказать, что мне 60 лет, это было далеко не просто. А Моше, ему было 80 лет. И я думаю, что гора, она была намного выше, чем на ту, к которой мы поднимались. Но великая любовь к Богу и желание, страсть, они помогли Моше подняться. И дальше мы читаем, что изрек Бог к Моше все слова эти, говоря. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что небе вверху и на земле внизу, и что в воде ниже земли. И не поклоняйся им, и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня». Итак, Бог начинает свою речь с еврейского слова «я». И на еврите «я», как мы знаем, это будут «они», но здесь стоит другое «я» – «анохи». «Я» и «анохи». «анохи» – оно даже на ухо выглядит торжественней. Есть очень много толкований вот этому слову «анохи». Я просто с вами поделюсь тем, что я услышал от Алекса Бленда, но самое большее мне понравилось. Я – это вот мы все вместе пришли в собрание. Я пришел со всеми в собрание. А «анохи» – это именно то, что я сделал. Я стал лауреатом Нобелевской премии. Я стал олимпийским чемпионом. Это то, что именно мне принадлежит. Моя заслуга. И Бог говорит, что именно я являюсь единственным, кто создал этот мир. И у вас не может быть другого. Не может быть других богов. Я все создал. Благодаря моим законам все существует и держится. И даже ты создан мною. И Женя нам буквально рассказал, как Бог создавал, как Бог вдыхал. И когда Моше, он начал понимать вот эту всю концепцию, он сказал, как дивно я устроен. Он понимал, что насколько мы люди, насколько мы дивно устроены. Что мы можем с вами мыслить. Мы с вами можем дышать. Мы с вами можем слышать, видеть. У нас есть руки, чтобы трудиться, чтобы прославлять Бога этим. И дальше он говорит, как прекрасны во мне дела твои. Когда мы это все осознаем, конечно же, мы понимаем, что это все прекрасно, когда Бог действует через нас. И Бог говорит, чтобы у вас не было никаких других богов. Все другое, это все ничто. Оно не слышит вас, оно не видит вас, оно не отвечает на ваши молитвы. И даже тесть Моше мы читали, когда он услышал то, что Бог сделал для Израиля, а он был мадиамский священник, он имел дело с другими богами, он знал их. Он говорит, что нету такого Бога, как только у Израиля. И что еще тесть понял? Он понял великую мораль Божью, что Бог судит очень честно. И египтяне пострадали. Они хотели потопить еврейских младенцев в воде, и они сами были утоплены. Сработала мораль. Он хорошо понимал судебную систему. И потому в дальнейшем он наставляет Моше и говорит, что ты не можешь один судить народ. Выбери мужей толковых, поставь 10 начальников, 10 начальников, 100 начальников, 1000 начальников, которые будут честно производить суд, но не духовную и общественную работу. Это принадлежало старейшинам и Моше. И потому Бог очень четко говорит, не создавай себе никаких кумиров, не иди поклоняться другим богам, потому что я этого не потерплю. Только я, Энохи, который создал тебя, который вывел тебя, который избавил тебя, который принял тебя и который ввел тебя. И у нас на Песах, скоро у нас будет Песах, есть четыре чаши, которые мы поднимаем в знак того, в воспоминание того, что Бог сделал с нами. Как Он нас избавлял, как Он нас спасал, как Он нас брал себе в народ и как Он нас в дальнейшем ввел в обетованную землю. И есть такой момент иногда, что мы стыдимся своих земных родителей по разным причинам. Может, наркоманы, может, алкоголики. Например, у меня мать отсидела в тюрьме 27 лет. У нее было семь судимостей. И, конечно же, мне гордиться нечем было. Но Бог, который все создал, который является всем и благодаря Ему все существует, Он себя осуществляет с нами. Он говорит, я Господь, Бог твой. Я не слежусь с тебя. И не важно, кто ты есть. Алкоголик ты сегодня, наркоман ты сегодня. Не очищили ты сегодня. И в каком ты статусе, и в какой ты должности. Я себя осуществляю с тобой. Здесь мы видим великую Божью любовь. Ни один другой Бог, которому сегодня модно, которому сегодня люди поклоняются, Он никогда этого не сделает. Но мы видим величайшую любовь Бога. И, конечно же, когда мы видим Я, Божье, насколько наше Я должно умолиться, должно исчезнуть. И когда вот Влад цитировал, что не произноси имя Господа Бога в суе, я вам дам другой чуточку наклон, иногда мы козыряем тем, что мы говорим такие слова, и сказал Бог. Мы должны быть очень осторожны с этим выражением, и сказал Бог. Я скажу вам честно, что я не верю в систему знаний. Бог никогда не создавал ни одну систему знаний. Я не верю в теологии, которыми сегодня оперирует церковь, начиная от теории преуспевания и кончая в теории замещения. Я верю в то, что, как написано, откровение слов твоих вразумляет простых. Бог делает нам откровение, потому что наш ум природы, он не способен принимать вот этого Писания. Мы зависимы от Святого Духа. И с первой буквы до последней мы только под Святым Духом начинаем понимать Писание. Поэтому мы должны быть очень аккуратны к этому выражению. Так говорит Господь. Потому что Бог говорит, я взыщу с этого. И дальше Бог говорит простые вещи. Не укради, не убивай, не прелюбодействуй. Не желай ни имущества ближнего своего, ни жены ближнего своего, ни межи ближнего своего. Ничего не желай. Иногда мы видим, что человек купил новую машину, и мы начинаем говорить, вау, он купил. Но мы же не знаем происходение. Мы начинаем желать. Либо квартиру человек купил. Но мы не знаем происхождение финансов. Может, он выиграл в лото, может, ему наследство попало. Но сразу у нас мысль, мы начинаем прокручивать себе. И Женя очень классно сказал, как избавиться от нашего «я». И когда мы начинаем изучать Писание, мы должны знать, что мы будем его применять. И Женя нам все растолковал по полочкам. Что было до этого? Какое образование мы получили? И, честно говоря, я хочу вам сказать, что я вырос в Советском Союзе. Я рос в детдоме, потом в интернате. И у нас на сцене был такой плакат. «Партия, ум и честь, совесть нашей эпохи». Нам коммунизм построить, нам коммунизм не жить. То есть мы были пропитаны коммунистической идеей, коммунистическими движениями. И даже став старше, я начал понимать, что ты не мог сражаться с этой системой. Каждый гордился. Я в партии. И, конечно, избавляться это очень тяжело. Но когда мы начинаем применять послание к кремлянам, 11 глав, автор послания, он рассказывает, как вы были созданы, что для нас сделал Иешуа. И дальше он говорит, в 12 главе, он начинает с таких слов, что «милосердием Божьим, умоляю вас, братья, начните применять все, что вы учились». И Женя нам рассказал, что только на жертвеннике, когда мы отдаем свое тело на жертвеннике, наше «я», оно превращается в пепел. Вы помните, кем себя называл Авраам? «Я прах и пепел пред тобой». Авраам, которого называли вокруг. «Что для тебя этих 500 шекелей? Ты Божий князь!» В нем видели Божьего князя, в нем видели Божьи дела. И он, занимая такую позицию, патриарх, он говорит «я прах и пепел». И с того момента, когда наше тело превращается в наше «я», в прах и пепел, Господь начинает нашу работу. И тогда вот эти заповеди, они стоят актуальные, они стоят обыденные. И закончить я хочу одной притчей. В одном городе жил знаменитый карманный вор, звали его Берл. И вот однажды он нашел кошелек с деньгами напротив синагоги. И он подумал, раз напротив синагоги, значит, кто-то с прохожан потерял. Он приходит, встречает его раввин, Берл, такие дела. Он говорит «Раби, я хочу исполнить заповедь, которая в Торе, я недавно слышал про нее, чтобы я вернул потерянное». Вау! И он возвращает этот кошелек. У Раба не было радости. Он говорит «Берл, если ты карманный вор, уже так изменился, это значит, все вокруг поменяется». Он ушел. Когда он смотрит раввин, у него пропали часы золотые. Он его возвращает, говорит «Берл, ну ты ж только что сделал такой поступок». Он ему говорит «Раби, заповедь заповедю, а работа есть работа». Так вот, чтобы у вас всегда заповеди совпадали с работой и с повседневной жизнью. Амин. Амин. Амин.